Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы хорошо знаем. А психологи вообще выделяют такую категорию или это чисто философское понятие? Ну, тут я бы сказал, что кто-то выделяет, кто-то нет. Я не склонен выделять это в рамках психологии, потому что, ну, все-таки это нечто более высокое, чем то, с чем можно работать. Хотя, конечно, часть людей сводит к химическим реакциям, еще к чему-то. Наверное, попытка контролировать, объяснить себе, все классифицировать, опять же. Я бы скорее разделял на две категории, которые удобны для работы с клиентами, с людьми, то есть, чтобы помочь. Так вот, можно разделить на любовь и зависимость. И вот это вот разные вещи принципиально, потому что, когда я слышу о том, что я без него не могу, значит, я его люблю. Ну, это неадекватно, потому что тогда, получается, по этой логике, наркоман не может без наркотиков, он их любит. Это вряд ли. На определенной стадии там даже уже и кайфа-то, но по большому счету нет. То есть, вот это вот надо разделять, потому что с зависимостью мы можем работать. Это, в принципе, ну, давайте назовем неврозом, на самом деле, да, будем своими именами все называть. А любовь – это чувство, которое свободное, которое развивает, которое строит человека. То есть, несчастной любви не бывает? Несчастной любви нет, конечно. Это же лично. Несчастное – это то, что мы с собой делаем, потому что мы строим зависимость. Хорошо. Ну, давайте все-таки разберемся. Психологи выделяют несколько этапов возникновения этого чувства любви, да. Вы вообще выделяете эти этапы, и как это чувство трансформируется со временем? Ну, я бы не выделял, на самом деле, потому что, ну, во-первых, нет смысла, во-вторых, на мой взгляд, это надуманные вещи. Вот те этапы, которые встречаешь, это, в принципе, этапы формирования любого коллектива. Ну, например, давайте… Ну, начинается ведь, что у нас первая, да, это некий взаимный интерес, потом проявляется взаимная агрессия, какая-то это в виде ссор, в виде чего-то еще. Так же группа любая работает, да. Затем от агрессии переходит более глубокое доверие, доверие ведет к более-менее глубоким взаимоотношениям, которые ведут к дружбе. Там психологи любовь еще добавляют, чтобы вот как-то классификацию сделать оригинальной. По большому счету, это будет происходить в любом коллективе, что в психотерапевтической группе, когда она хорошо работает, то же самое будет действовать в походе, на байдарках, в велопоходе пешком. Любая группа проходит эти стадии. Это к любви-то мало отношения имеет, это к отношениям, скорее, имеет отношения. А любовь стоит над всем этим? Я бы сказал, для меня это так поменьше имеет, да, то любовь – это все-таки чувство такое достаточно более всеобъемлющее, оно связано с отношениями, но не только отношения. Но она зарождается, да, по каким-то принципам? И с чего-то начинается, с чего начинается любовь? Как вообще ее распознать? Ну, на мой взгляд, попытки сказать, что по каким принципам она зарождается. Вы знаете, на эту тему очень хорошо ответил фильм «Формула любви», на самом деле. Там же Каллиостро очень хорошо разложил, ну, актеры, играющие Каллиостро, да? Вот, пожалуйста, я сейчас их, честно говоря, плохо помню последовательно, да? Ну, так, 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 и в следующей возникает любовь. Он провел все эксперименты, как мы помним, в конце фильма он достаточно справедливо потерпел неудачу. Да, и пересмотрел свои взгляды, фильм-то хорошо сделан. Вот, в принципе, все хорошо сказано по поводу того, как возникает, чего и какие формулы можно применить. Ну, Иван Бунин говорил, тщеславие выбирает, любовь не выбирает. Конечно, нет. Когда, получается, когда мы ищем любовь, когда мы пытаемся понять, любовь это или нет, ну, или когда мы любим человека, как мы привыкли, да, это считать. Мы любим те или иные качества, да, мы любим себя в нем. К сожалению, да. Я бы даже сказал, что мы не столько качества любим, качества могут нравиться. В принципе, да, вот мне нравится это, мне нравится это. Это как платье, по большому счету, да. А, к сожалению, вот то, что называют многие любовью, это... Я построил свои мечты по поводу человека. У нас с ним будет так вот так, особенно женщины умеют хорошо детально делать. Ну, не только. Ну, принца нарисовала себе. Ну, там не обязательно, кстати, не обязательно что-то сказочное, но, тем не менее, это нечто построенное в голове. А почему это происходит? Ну, так воспитали. Это довольно... То есть сказки не надо читать в детстве? А дело не в сказках, это отношения... Это ведь не сказки-дела. Сказки-то нужны. Они, как раз, мораль-то в них очень хороша, только она вот не в этом, она в другом. В семье учат, чтобы, ну, по большому счету, сделать все по-своему, а по-своему это вот так. То есть я строю образ, я строю иллюзию по поводу этого человека, по поводу будущего. А потом в это влюбляюсь, очень удобно влюбиться в свое, почему нет, оно хорошо, родное, мое. Потом на определенных этапах, после определенного периода взаимоотношений иллюзия все-таки рушится, потому что живой этот человек не влезает в эти рамки никак и никогда не влезет. Соответственно, он гад, он же был принцем, стал козлом или кем-то еще, поэтому вот все из-за него все мои беды. Ну, то есть мы можем или должны даже, да, полюбить человека, который совершенно не вписывается в рамки наших представлений об идеале. Ой, да я бы так вот цель не ставил насчет можем полюбить, да, потому что, ну как? То есть если я, допустим, люблю человека, потому что, да, вот он такой-такой описывает, значит ты его не любишь. Просто это слово потому. Я бы сказал здесь как, вот я очень осторожен с любовью, то есть может быть любишь на самом деле, может нет. Я бы просто разделял, то есть когда ко мне приходит клиент, а очень много приходит вот с тем, что вот без нее не могу, без него не могу. Больше женщины? А тут пополам, кстати, интересно, вот таких клиентов пополам примерно. И с ней не могу, и без нее не могу. В общем, да, часто именно так. Я предлагаю разделять, вот давай мы оставим в покое любовь, потому что априори мы не знаем, любишь ты или нет, по одной простой причине. То, что ты сейчас описываешь, то, от чего тебе больно, это зависимость. И мы с тобой с этим можем работать, зависимость это невроз, ты его сам строишь, мы можем это проработать. Если мы убираем зависимость. И сделать так, что без нее могу. В общем, да. То есть ты убрал зависимость, ты стал свободным человеком, и тогда два варианта. Один вариант, ты начинаешь, ты вдруг понимаешь, да, в общем-то тут ничего больше не было, это была зависимость, и слава Богу. Ну, то есть легче от души, да. Второй вариант, я убрал зависимость, осталось, осталось, вот, если любовь была, она за счет того, что ты более свободен, она становится еще более сильной, и тебе опять же хорошо. Вариант беспроверочный. То есть любовью, на мой взгляд, делать ничего не нужно, а зависимость, как мешающую под ногами, как мусор, можно убрать. Ну, а можно любить человека и не быть одолеваемым ощущением, ну, желанием быть с ним? Быть, нужно хотеть, да, если мы любим, как правило, мы хотим, чтобы человек был рядом с тобой, чтобы он тебе принадлежал. Хотеть можно. А можем ли мы любить так, ну, чтобы отпустить человека, чтобы он, ну, не был с тобой? Хотеть-то можно, но почему обязательно желания должны вот сбыться-то? Вот хотеть это одно, а сделать обязательно по-своему, тут начинается невроз. Вот опять же, вот тут очень хорошо видно по ребенку, смысл будет понятен, если мы с этой точки зрения посмотрим, да? Если мама ребенка любит, она его начинает отпускать. Если она его не отпускает, там, куда-то, в школу ли, там, с подростками, ну, как-то, да, это, в общем-то, с любовью ничего общего не имеет, это тревога. И в этом-то моменте мама заботится о себе, а вообще не о ребенке, хотя прикрывается ребенком. Ну, а мы помним, да, знаменитый «так дай вам Бог любимый быть другим», то есть можно отдать человека другому человеку и быть счастливым от того, что он счастлив. Ну, во-первых… Это вообще возможно в жизни? Конечно, от любви-то хорошо. Это, во-первых, если ты любишь, то ты действительно искренне любишь. Если мы сейчас говорим об искренних вещах, чего мало мы можем увидеть, да? Ну, а какой вообще процент этого на Земле может существовать, таких чувств? Ну, как вот измеришь-то? Я думаю, что на самом деле существует, просто мы, может быть, не видим, не говорим об этом, это же глубоко интимно очень. Ну, и не каждый способен на это? А здесь очень просто. Смотрите, вот насчет того, что можешь отдать. Сразу иллюзия. Можно подумать, ты можешь не отдавать. Что ты можешь-то вообще на самом деле, да? Да? Тебе никто не принадлежал. Но ты можешь страдать. Вот это другой разговор. А можешь не страдать. Вот. Так это с любовью ничего вообще не имеет. То есть я решаю пострадать, я понимаю не специально, да? И начинаю страдать. И рисую себе иллюзию отдавать, не отдавать. Кто ты такой вообще отдавать, не отдавать? Мы сейчас о Рабаху, что ли, разговариваем, по сути. Это же иллюзия. Хорошо. Ушел человек. Ушел к другому человеку, да? Он счастлив. И ты должен испытывать, ну, если ты любишь его, настоящее счастье, настоящую гармонию. Что со своей жизнью при этом делать? Скажи, ты можешь испытывать. А там варианты. Вторую любовь искать. Дело в том, что вот тут смотрите, да? Что получается? Варианты разные, правда. То есть можно любить и жить в этом, быть довольным, да? Можно действительно с кем-то жить там. Любовь она многогранна на самом деле, да? А вот когда ты должен быть счастливым, начинается поиск в себе того, что я же должен быть счастливым, я же несчастливый, в чём происходит-то. И опять невроз уже на тему того, что я должен испытывать определённую эмоцию, а я вот не испытываю. Это опять гонки. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что у нашей программы работает адрес электронной почты help29sobakaps.ru и нам часто приходят письма на тему любви в том числе. И я сейчас предлагаю послушать одно из них. Я не знаю, как быть в такой ситуации. Есть молодой человек, с которым я знакома уже 5 лет. Всё это время он меня любит, но я его никогда не воспринимала в качестве своего будущего мужа. Но недавно я подумала, а вдруг что-нибудь правда получится, ведь у него такие сильные чувства. Но я ошиблась в очередной раз. Он готов сделать для меня всё, но в то же время он не способен меня защитить, как-то постоять за меня. Мне всегда само везде приходится разбираться, и я ощущаю морально себя намного сильнее его. А он строит уже в своей голове планы на будущее, связанные со мной. Я знаю, что нельзя так держать человека возле себя, давая какие-то надежды, понимая, что ничего не может быть. Я сама устала от этих всех мыслей. Я не могу себя заставить против своей воли полюбить его. Иногда возникают даже такие моменты, что человек просто раздражает. С другой стороны, мне очень больно его отпускать, осознавать, что его больше не будет в моей жизни. Ну, это всё-таки чувство, которое описано в письме, это любовь. Ну, здесь как раз мы о неврозе и говорим. Я не могу, если отпущу, да, то есть я не могу жить без этого. То есть если бы человек, если бы обратилась за помощью, да, ну, во-первых, вопрос бы надо всё-таки поставить, что хочешь-то, да? Ну, хочет избавиться от этого чувства, какого-то нестабильности, я так полагаю, никого, дискомфорта. А, так здесь человек тот ни при чём. Это вот собственное внутреннее. Ну, его жалко. Да ладно, будем честными, да, тут не его жалко, тут начинается игра своими чувствами, сама с собой, как мне тяжело, и вот это вот всё происходит. И здесь вопрос ставится как? Или она хочет дальше поиграть? Не в плане хочет, привыкла так и не собирается переставать играть. Ну, она чувствует, что её любит. Но чего-то, опять же, не хватает в человеке. Всегда не хватает. Может быть, тогда поработать с человеком и развить в нём эти качества, характери. С тем? Да. Ну, она только что писала о том, что... Ей, с её молодым человеком. Я понял, да, так она только что писала, что он ничего не решает, давай его ещё дальше задавим. Ну, может быть, дать ему какие-то векторы? То есть сам-то дурак не разберётся, да? Видимо, не разобрался до сих пор. И тогда, получается, да, опять же, она будет достраивать его по своему сценарию. Отменяется. Нет, почему? Пожалуйста, если будет довольна от этого. Ну, если не хватает этого. Не хватает. Чуть хороняка надо, как говорил Иван Васильевич. То есть о любви мы речи не ведём, когда на чего-то не хватает, это так и это не так. Ну, то есть, по сути, да, вот она сейчас, по-русски так говоря, роется в эмоциях своих, в человеке. Ой, надо мне, не надо. Ну, хороший, чем... Ну, где же найдёшь, да? Живи, живи, если хороший. Чего вы делаешься? Простым языком, если говорить, да? Ну, жалко. Жалко... Нет, жить, я так понимаю, тяжело. Так, жить по-любому тяжело. То есть если выбор делается, да, то есть... Можно ли в такой ситуации разобраться в себе, найти в себе... Вообще, как возникает эта любовь? Она может со временем возникнуть. Возникнуть, в принципе... Развиться, да? Наверное, может, да. Но вот в данном случае попытка найти в себе любовь даст всегда обратный эффект. Попытка найти любое состояние всегда даёт обратный эффект. То есть если его нет, то его нет. Если она себя не ощущает, похоже. Нет, появиться может. Но вот достать его из себя... Я вот об этом. То есть усилия приведут всегда наоборот. Это вот очень чётко. Когда хочешь уснуть, очень надо тебе, да? Ты ведь всегда не уснёшь. Это то же самое. Ты хочешь какое-то естественное состояние сделать? Так не бывает. Ну, как вариант жить и, возможно... То есть тебе нравится с человеком, если ты готова жить с ним, например. Тебя устраивает то-то, 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 да? Ты готова с этим жить и не раздражать себя остальными недостатками. Так почему нет-то ведь, да? И, конечно, там отношения будут развиваться. Она может в себе открыть, в нём в себе открыть что-то, да? Это как варианты всегда возможны. Вместо этого что происходит? Он тут ездит, рядом бегает. Она говорит, ты пока побегай. Ты пока побегай, а я в себе любовь твою поищу. Все к тебе вернее. Где тут отношения-то с ним? Ну, а всё-таки любовь, она берётся из ниоткуда. Это, ну, не знаю, эфемерная какая-то, да? Философская категория. Или вот она действительно может появиться? Вот живут, живут, живут. Или это будет привычка, если она всё-таки смирится и... Тут может быть и так, и так, и так ведь, да? Ведь сказать, откуда любовь берётся, понимаете, это, по сути, мы, чтобы это понять, мы должны понять разум свой. То есть, я сейчас немножко философский, да? Мы должны будем инструмент постичь самим инструментом. Сейчас. Как это сделать-то? Невозможно. Да мы говорим о чём-то более высоком, чем разум. Да, и пытаемся это понять, измерить. Давайте услышим ещё одно письмо. Я безумно люблю одного человека. Мы познакомились несколько лет назад. Когда я только увидела его, я подумала, что это тот, кого я ждала всю жизнь. По одному его взгляду я поняла, что тоже сразу ему понравилось. Но потом я узнала, что у него есть семья. И всё равно я ничего не могла с собой поделать. Мне ужасно хотелось, чтобы он обращал на меня внимание, чтобы был со мной, пусть иногда. Мы стали встречаться, хотя живём довольно далеко друг от друга. С моим городом его связывает бизнес. И вот уже несколько лет я жду его приезда. Я радуюсь часам и минутам, когда могу погреться у чужого огня. Самое ужасное, что я молода, что я очень хочу строить свою личную жизнь. Но мне кажется, что так сильно я никого не полюблю, что такого, как он, больше нет. Я бы рада впустить кого-то в своё сердце, но мужчины вокруг, они обыкновенные, они не мои, а он особенный. Наверное, это чувство приносит больше боли, чем радости. Но ничего другого у меня нет. Прежде чем мы обсудим это письмо, я хочу напомнить телезрителям. Телефон студии 639-717. Звоните, задавайте свои вопросы, мы обязательно на них ответим. Так, что же делать? Опять же, в письме нет заявки, что что-то надо делать. Для меня это выглядит как непосновка проблемы даже. Описание, вот посмотрите, как я живу. Ну, посмотрели, хорошо, живёшь. Что надо-то? Ну, очевидно, человеку плохо в таком состоянии. Допустим. Ну, скорее всего, да. Любит. Так, и? Любит. Так. И страдает. То есть не любовь или зависимость. Ну, как сделать, чтобы была любовь, да, в свою очередь, в жизни. Ну, настоящая, взаимная, нормальная человеческая жизнь. Здесь ведь смотрите, что с ней происходит, да. Она, вот, отношения с ним поддерживает, она ими живёт. По сути, даже когда нет рядом, она живёт, то всё равно в этих отношениях. Как у известного певца, да. Но это только Краема, в целом, о главном, ожидала. Да, и не было другого занятия у неё. Так вот, она этим живёт. И естественно, что эти отношения выступают сразу как фильтр. Для любых других людей. То есть голова-то занята. Автоматически, это не специально, да. И когда кого-то даже она, если, как она сама же пишет, рассматривает, она рассматривает в точке зрения сравнения. А тем более, что с этим отношения достаточно такие эфемерные. Ну да, ведь это же тоже, наверное, играет свою роль. Конечно, минусов-то ведь нет. Поэтому любой другой, близко стоящий, конечно, хуже. Детали-то виднее, да. И поэтому, вот я почему и спрошу, вопрос в чём? То есть она в этом живёт, это стабильное состояние. Хорошо, как избавиться от этого чувства? Как уйти от этого человека? А, вот всё-таки вопрос стоит, допустим, так, да? Ну, допустим, так. То есть, допустим, всё-таки, как уйти? Уйти просто. Конкретно ставится вопрос «до свидания» и всё остальное. Угу. Понятно, что это неприятно будет, мягко сейчас говорим, да? Ну, так оно и так. А вот дальше начинается поле для работы. Потому что если иногда я всё-таки делаю, но мне при этом плохо, и вот дальше плохо-то ведь как-то, может, кстати, не быть плохо. При этом очень интересный момент. Когда человек выбор делает, там облегчение наступает. Всегда. Но, допустим, всё-таки остаётся плохо, там, думает о нём, там, гоняет, как мои клиенты говорят, да? С этим можно работать. Совершенно нормальное уже поле для работы, когда уже здесь можно научить, спокойно себя чувствовать. Не от любви избавлять. Зачем? А вот эта уже зависимость проявляется. Или она не проявится. Часто пока я просто страшно точку поставить. Ну, самое ужасное, да. Но ведь к этому шагу тоже тяжело прийти, разорвать эти отношения. Конечно, тяжело. И не вернуть обратно, да? И не возвращать их снова и снова, не придумывать. Тяжело, да. Так вот, как раз здесь момент-то важный. Вот я предлагаю самому себе, вот психологу, которому мы учим, отличаться от педагогов. Чем разница, да? Мы не знаем, как надо. Где-то ведь всё знают же, да? Как надо. А раз мы не знаем, как надо, вот этот этап остаётся за своим человеком. То есть я не знаю, может, ей так хорошо. Но с момента, когда она говорит, ну, ребята, всё, всё, я устала. То есть действительно уже что-то пора менять. То есть она начинает движение, вот тут мы начинаем помогать. В общих чертах, что нужно сделать, чтобы видеть в других мужчинах такой же идеал? Закончить эти отношения. И остальное всё пройдёт само. Не, просто закончить это, освобождается оперативная память в голове, да? То есть внимание освобождается. То есть я начинаю что-то вообще видеть, да? Дальше просто я, получается, я фильтр ломаю, а без этого фильтра будет как-то по-другому. Я не сказал, что там будут какие-то гарантии. Потому что как только я брошу для того, чтобы, это будет опять же то же самое. Ну а может быть ещё подождать? Может быть, к ней уйдёт? Она же не хочет, судя по письму. Или непонятно вообще? Ну, я думаю, непонятно. Возможно, что она продолжает свои отношения и может при этом не хотеть того, чтобы человек был рядом. Вообще, может быть, очень часто такое слышу, да? То есть там хоть понятно звучит у людей, да? То есть когда вот уже работаешь на приёме, это там довольно откровенно, женщина говорит, слушай, на самом деле, ну нормально с ним всё. Но я её не хочу, его мужья. Не дай бог он разведётся. То есть меня всё устраивает именно так. Это может быть любовь? Или это… Запросто, почему нет-то? И такая самочистость? Оно может быть и любовь, и в принципе, просто, как говорится, удобно устраивает. Тут судить-то об этом бессмысленно, но я почему-то тут не пытаюсь рассуждать. Человеку всё устраивает на данный момент времени, да? Пытаться продвинуть мораль у меня не та профессия, чтобы вот начать как-то вот навязывать какую-то мораль, это плохо, это хорошо, не моя роль, да? Я всё-таки не Господь Бог, и не ниже даже, да, сильно ниже. Вот, поэтому здесь и устраивает? Всё устраивает. Если не устраивает, мы начинаем помогать, чтобы было хорошо человеку. Ну вот ещё несколько вопросов от наших телезрителей. Они спрашивают, как отличить любовь от влюблённости? Ну, влюблённость – это то, что возникает на свежатинку. На любые отношения свежие имеется в виду, да? Ведь смотрите, что получается. Вот часто очень мы говорим, что любовь – это чувство. Вот я с этим не согласен. Потому что ведь что такое чувство? Тут, может, немножко усложним, хотя если будет сложно, переспрашивайте, да? Хорошо. А что такое чувство? Чувство – это любое, любая эмоция возникает в ответ… Чувство и эмоции – это одно и то же. Ну, я пока упрощаю, в кучу сваливаю. Хорошо. Сразу оговоримся, это разные вещи. Ну, мы сейчас так для простоты, да? И, соответственно, если… То есть эмоция, чувство возникает в ответ на информацию. Информация – это всегда отличие от того, что было. Всегда. И, соответственно, чем больше отличия, тем больше у меня… Тем это ярче, тем это виднее. Ну, банально, да? Вот если на белой стене белой краской нарисовать, я не увижу линию, допустим, да? Нарисовать чёрной будет ярко видно. Контраст. То есть, соответственно, что-то более новое, в психологии в том числе, да? Вызывает больше эмоций. Поэтому, когда мы говорим о любви как об эмоции, мы обречены на то, что тогда, получается, она будет до тех пор, пока есть отличия. Я живу с человеком, например. Гарантированно за три года я привыкну. Железный срок. Это описано как раз, эти вещи. Стадии взаимоотношений – это описано хорошо. Примерно за три года привыкаешь. Отличия стираются. Всё становится обыденным, если нет отличий и нет эмоций. Тогда, получается, любовь приходит. Закончилась. Конечно, если считать любовь эмоцией. Я склонен относиться к любви всё-таки как к процессу, как к взаимной активности, действия, если так можно сказать. То есть взаимоотношения, отношения – это всё-таки действия. Надо работать над этим? Ну, конечно. Над любовью, если это не чувство. По сути, да. То есть я вот это всё делаю, я открываю в себе человека, в человеке себя, ну и так далее, взаимно эти вещи. То есть мне интересно с ним. Но если это не любовь, то даже действия никакие не помогут, никакая работа не спасает. А мне неинтересен человек будет. В любом случае. Да, если мне он очень интересен, вот очень интересен, да, вот личностно, в плане вот как партнёр, как сексуальный партнёр, как собеседник, много параметров, да. И это, раз мне интересно, это сопровождается сильными эмоциями, потому что мне очень интересно. Вот я бы где-то вот здесь говорил примерно о любви. Но здесь эмоция тоже есть, но она составная часть. То есть влюблённость пройдёт, и это эмоции. Конечно. Ну, то есть понять, любовь или влюблённость можно только с помощью времени? Наверное, да. И здесь вопрос в том, что вот когда решение принимаешь, то есть буду я с ним жить или не буду, вот опираться лучше не на чувства, ой, мне с ним хорошо, это наркоманский подход, у меня с ним классно, как вставляет, по сути-то ведь, да, ой, как наркотик вставил, ну, по сути. Да. А подход более взрослый, что ли, скажем так, да, то есть мне сейчас хорошо, но вот я готова с этим человеком действительно дальше-то выстраивать. То есть мне нравится его качество, как будущего отца, например, если о женщина говорим сейчас, да, к мужчинам, как будущего отца, как партнёра, там ещё, ещё мне интересы его важны. Вот я готова с ним действительно вот выстраивать отношения. Это очень похоже на построение бизнеса совместного. Наверное, все женщины выходят замуж, и все мужчины женятся, как раз, ну, имея вот такое ощущение, я готов, я готова. Ну, в общем, да. А любовь, в конце концов, проходит у многих. А если взять интервью в ЗАГСе, как-нибудь займитесь, это интересно будет, вы услышите следующие вещи, вот чего-то для чего, и начинается, я жду от него, чтобы он, и у него то же самое. Ребята, из вас кто-нибудь что-нибудь делать собирается, или вы все ждёте от другого? То есть любовь проходит, потому что не работают с ней. Ну, ребята ждут чего-то, пока кто-то будет другой давать, чисто потребительское отношение. Давайте следующий вопрос озвучим. Когда-то я встречалась с молодым человеком, у нас были чувства, была страсть, но сейчас я отношусь к нему абсолютно равнодушно, как к другу. Я боюсь, что это всё может произойти и с моим нынешним молодым человеком. Неужели любовь проходит? Это всё один вопрос. Кстати, пишут нам в основном представительницы прекрасного пола. Я призываю мужчинам тоже задавать вопросы. Звоните в телефон студии 639-717. Итак, вот одна любовь прошла, вдруг вторая пройдёт. Ну, во-первых, если бояться, то она будет вместо отношений жить страхом. Страх, в общем-то, убивает всё. Ну, не то, что убивает, мы скорее, он забивает, если быть точным. Повторяю, любовь-то она более чувство такое вот свободное, да? А когда тебе больно, а страх это, в принципе, морально больно, да? То ты, тебе не дай высоких чувств, ты будешь от боли спасаться. Тогда, конечно, страхом задавить можно всего, что хочешь. Не бояться и проверять опытным путём. Не, бояться-то будет, но вот не надо вестись на страх. То есть не бояться, представляете, получается, ведь как? Если я должна не бояться, а я же боюсь, а я должна не бояться, и поехали опять в неврос. Так, а что делать? То есть бойся себе спокойно, раз нравится, скажем так, да? Но ты, вот, не смотря на страх, вот это вот точнее будет, да? Ты поступай так, как ты хочешь. Это может быть страшно, кстати, это нормально. Ну, если уж пройдёт, значит, следующий этап. Да, судьба твоя такая, да? Грубо говоря. Но если тебе с ним хочется, вот сейчас вот всё устраивает, так ты делай то, что всё устраивает. При этом, конечно, будет страшно. И ещё один вопрос. Говорят, любовь найдёт и на печке. Я пыталась ждать, но не дождалась. Я пыталась искать, но у меня не получается. Как же найти эту любовь, если она вообще на свете? Ну, мы уже договорились, что она есть на свете, да? Ждать, искать и что делать? Ну, вот если ждать, искать, это, в общем, одно и то же, только пассивно активное, но составляющее одного поведения. То есть тогда ты начинаешь оценивать себя и окружающих. То есть в смысле свои эмоции и окружающих. Поведение эмоций, да? То есть в каждом, получается, она ищет или видит, или пытается увидеть мужчину своей мечты. В себе чувства отзываются, не отзываются, да? А в себе, да, понятно, правильно? Ты выступаешь как оценщик. Когда ты оцениваешь что-то, ты не внутри ситуации, там чувств не будет, там будет вот такая холодная оценка. Конечно, любви не найдет никогда. Ну, пока не устанет оценивать опять же. Кто делает, спрашивает героиня? Может, жить уже пора, нет? Там еще пока подавили. Или поищет еще? Жить без любви, видимо, не живется. Ну, пусть покончит с собой тогда, получается. Ну, не будем давать такие советы. Ну, послушайте, получается, не живется. Живется ведь на самом деле? Я к чему, да, жестко так? Это сама бан, потому что. Ой, я так жить не могу, ты же живешь. Ну, плохо, плохо человеку. Ну, плохо, потому что она живет и при этом начинает себя жизнь отравлять. То есть мы судьбу и любовь ставим на одну планку. Да, то есть не надо ею заниматься как вот чем-то вот, как прикладным чем-то. Не ждать, не искать. Да, жить-то уже пора. Вот поймите простую вещь, да? Мы давно родились. Как говорят акушеры, обратно не засунешь. Да? А мы живем так, как будто вот, когда что-то вот произойдет, диплом получим, полюбим, и вот тогда только жить начнем. А сейчас пока мы так играемся. Ну, это не бред. Жизнь уже давно идет. Ее пора жить. А мужчины, они тоже, как женщины, ждут свою принцессу, как женщину? Так она по-другому принципу, но суть та же. Мы, к сожалению, ждем тому большинство. Или мужчин, как правило, ну, все зависит от женщины, да? Возьмет в оборот, какая возьмет в оборот, на то и женятся, то и свяжут жизнь. Ну, по большому счету, конечно, женщина заказывает, не мужчина ведь. Мужики думают, что они выбирают, да? Они просто скорее отзываются на выбор. Это по природе взаимоотношения мужских и женских определяется. Мужчина не способен, в принципе, выбрать, как таковой. А есть люди, которые вообще не способны любить? Ну, наверное, есть, потому что если ты загнан в угол психологически, то есть там очень много страха, он может не осознаваться, как страх. Может, как агрессия, как что-то еще, да? Он будет забивать любые чувства, кроме страха, потому что ты все время будешь бояться, ты будешь все время безопасность себе обеспечивать, невольно. Конечно, там не до высоких чувств. То есть нужно открыть свое сердце и жить спокойно? Да, только это страшно. Ну, еще вопрос такой. Многие женщины, да, когда мужчины им перестают или вообще не дарят цветы, украшения, не ухаживают за меня, безлюбленная фраза, ты меня не любишь. Это что, какая-то материализация любви? Это какая-то оценка ее? Или это вообще любовь как-то проявляется? Здесь надо понимать различия психологии мужской и женской, да? Давайте будем так по-простому. Вот мужчины в этом плане туповаты. Они не то чтобы не любят, но это же надо что-то еще и делать. Не в плане, что лень, да? Ну, как-то об этом подумать же надо. Поэтому можно подсказать, да? Потому что действительно, это вот что в отношениях с женщинами, потом вот в отношениях с детьми, да? Очень часто вот слышишь, что там все честно, действительно вот воспитание таково, что он не умеет. Именно не умеет. Не в плане не хочет, не в плане не любит, не умеет. Подскажи. То есть способы-то почему не подсказать? Ну, ведь можно подарить цветы, в общем, вовсе не любить человека. Можно, опять же. Можно красивые слова говорить. Ну, то есть, получается, не вполне нужно, да? Верить и думать, что ухаживание и красивые жесты это проявление любви. Нет, конечно, совершенно не обязательно. Это нормально совершенно, вот шоу. Оно может быть от сердца, а может нет. Как понять? Искренность, она чувствуется ведь на самом деле, да? То есть, вот, и опять же, как понять? Если ты не в своих иллюзиях живешь, потому что тут ты в иллюзиях живешь, шоу совпало, вау, да? А если ты, действительно, тебе человек интересен, тебе, ну, невольно интересно все, что ты, и ты фальш, что ты почувствуешь. Но ведь не должен же ничего никто никому. Так не должен, кто сказал-то. Нечего и ждать. Да? Ну, не, можно, все равно ждешь. Ну, не надо, вот, как бы, не надо это вот верить, что ли, в эти ожидания. Потому что ожидания-то все разрушат всегда. Ну, а в ощущениях мужчин и женщин, да? Мужчины и женщины любят по-разному все-таки, да? Вы сказали. А кто же, а кто же может сравнить-то, интересно? Мужчины и женщины? Ну, вот к вам приходят, я думаю, те и другие. Они переживания описывают. Но ведь для того, чтобы понять по-разному или нет, надо пожить сначала женщиной, потом мужчиной, что, в принципе, невозможно, а потом сравнить два опыта. То есть, любовь — это опыт. Как можно его сравнить, да? Мы можем только описания сравнивать. Так описания, конечно, разные. Мужская-женская психология отличается, а описания будут отличаться. Владимир, спасибо большое, что были сегодня с нами. Ну, пожелаем каждому телезрителю, чтобы рядом была настоящая любовь. Да, спасибо. Любовь — это истинное высшее благо, которое решает все противоречия жизни и не только уничтожает страх смерти, но и влечет человека к жертве своего существования для других. Лев Николаевич Толстой. Я желаю вам стремиться к настоящему. Мы увидимся ровно через неделю на канале ПС и Первом Сетевизоре. До встречи.